всех приветствую мои родные любимые сердцу и дорогие веганы христолюбчики все кто попал на это видео я на ночь глядя решил записать видосик запилить о чем последнее время 13 глава книги откровения при наступлении воцарение царства антихриста в своем царстве мы знаем что будут ставиться печати на руку и на лоб и в это время тем кто откажется невозможно будет ни купить ни продать и как сейчас сильно с этим насуется с последними временами вот и все уже грядет уже конец уже нельзя купить не продавать я поговорю сегодня в свободной форме в такой захотелось мне поделиться с теми кто особенно трепещет и все это ерунды боится я попытаюсь дело не успокоить я вам выложу реальные факты а вы уже сами для себя сделать вывод вы знаете еще и он богослов сказал такую прекрасную мысль закон бытия где страх там нет любви значит нет бога ибо бог есть любовь а я вам еще скажу такую простую вещь что к сожалению много страхов плодит именно само невежество и несмотря на то что мир этот конечно же конечно же ограниченный и вроде бы много в нем пустоты не нужны нам информации у нас кругом куча дел забот и проблем вы знаете если мы хотим действительно обрести полноту познания истины а через это счастье и радость этого благого бытия даже уже в этом мире несмотря на все сложности проблемы и страдания которые на нас периодически сваливаются либо по грехам либо для испытания в святости надо все-таки находить как-то время и свое невежество сокращать а свои познания обычные знания этого мира все-таки как-то немножко расширять вот по поводу я как-то я записывал уже ролик я немножко не помню как он называется ой нет это не ролик даже ну да у меня есть такой ролик по моему это я где-то вообще при чтении евангелия я такой ролик записал точно потом у меня была когда-то давно беседа на эту тему и то что сейчас скажу я уже такое говорил это нас они по поводу концлагеря цифрового концлагеря существуют со времен первых людей еще от адама и евы и ничего не изменилось и буквально возьмите современный мир посмотрите на страны где проблемы так скажем такого уровня какие были там в неразвитых как раз странах какие 50 лет назад были в так называемых развитых странах посмотрите там но все любят вспоминать великую вторую мировую войну ну что но не было цифрового концлагеря спокойно с помощью автомата и пистолета людей так порабощали загоняли в гетто в лагеря до в тюрьмы и делали что хотели современный мир развитие вот так называемых называемых цифровых технологий всего вот этого невидимого того что якобы нельзя пощупать там того же самого электричества которое вроде как не так давно у человечества существует да сейчас это интернет и все что с ним связано вот с этой наукой и техникой да и нам кажется что вот мы куда-то катимся прям уже вот-вот апокалипсис грядет завтра чуть ли не на пятки нам наступать но это абсолютно не так и более того все что в мире есть она в себе не имеет ни добра ни зла добро или зло исходит посредством дел только из сердец человеческих и ангельских так называемые да тоже бог бесов не творил есть ангелы и падшие ангелы есть люди которые могут быть добрыми или злыми и вот тот же самый интернет возьмите пожалуйста даже те кто кричат что интернет это зло почему-то кричат это посредством интернета и тех компаний которые этот интернет предоставляют тоже самый youtube да я понимаю что google это корпорация добра в кавычках понятно что корпорация зла но при этом и все спокойно этим youtube чекам пользуемся да ну youtube это знает это компания корпорации google вот пользуемся почтовыми ящиками всеми всеми сопутствуем сервисами но и не только такой компании добра как google дан и прочими и apple и и всеми мэплами и яндексами и всем пользуемся да но очень верю особенно те кто придерживает всех этих теорий заговора да конечно злые люди есть да у злых людей есть договоренности заговора но при этом мир идет так как он должен идти и конечно же когда-нибудь последние времена так называемые хотя апостолы времена еще своего своей жизни после убийства воскрешение вознесения господа моего бога нашего с христа на небеса уже тогда во всех своих посланиях писали что они сами живут в последние времена но эти последние времена до сих пор продолжаются ну и просто теми последними временами о которых говорит некий иоанн в откровении своем под названием таким народным апокалипсис то там речь идет о временах перед вторым пришествием иисуса христа которые описаны во плоти на землю во второй раз которая описана вообще в 19 главе а до нее все это называется последними временами и вот в частности 13 глава нам описывает вот эти вот события о невозможности купить и продать я специально так захожу издалека потому что сегодня я хочу поговорить конкретно купить продать вот это что невозможно все переживают там запасаются банками с оленьями вот но убийцы падальщики труппажора западает запасаются консервами из трупов несчастных и беззащитных безжалостно убитых животных но сегодня не об этом и вот возьмите тот же самый интернет электричество ну вот электричество добро лезло ну смотря чем делать можно электричеством убить человека а можно иметь свет тепло от чего и радость до возможность приготовить пищу то есть энергию и так далее да а можно конечно электричеством пользоваться и во зло тот же самый интернет это и дало возможность распространения информации вот именно повышать наше вежество и наоборот уменьшать наше невежество это возможность получать быстро нужную информацию вот именно как раз может быть избежать цепких лап антихриста его приспешников его царстве то есть мы видим с вами что самой в себе плохой вещи на земле не существует все смотря как использует человек и еще один момент по поводу баланса который господь себя соблюдает так уж так уж господь положил хотят просто его природа вы знаете чтобы в мире не было она получается все равно доступно каждому я вам приведу реальные примеры я всегда стараюсь говорить от опыта вы знаете даже казалось бы каких-то вещах достаточно тяжело или редко испытуем их каких-то да вот интернет казалось бы да он уже во власти тот же интернет тоже электричество она же в чьей-то власти да и власти обычно власть имущих и деньги имущих но смотрите какая штука казалось бы электричество во власти кого-то ну там текущая по столбам но при этом всегда есть альтернатива ты в принципе можешь сейчас за счет всех развития технологий ты все равно можешь сам себе это электричество пожалуйста ветровые станции там от земельного тепла работающие солнечные станции эти механические там станции гидро ты можешь на речке себе даже поставить лопать цветов там потреблять вот ну солнечные пожалуйста батареи да то есть интернет возьмите да казалось бы он в чей-то власть опять там правительство какой страны казалось бы может запретить доступ каким-то там сайтов как это пытаться купол такой наложить и там своим гражданам запретить доступ открытый доступ свободный доступ во всемирную паутину где ты найдешь любую нужную те информацию да и до тебя дойдет любая нужно допустим светлая информация и казалось бы государство и правители там за счет своих органов могут это сделать но это только сначала казалось так а потом выясняется что нет вот все вещи которые в мире бытует они помимо того как мы уже с вами сказали первое не может может только в плохо или хорошо пользоваться людям и ангелы да второе что как бы кто-нибудь не хотел любым предметом сущность вот бытия какой-нибудь завлатить сто процентов это в принципе невозможно она доступна в пользование каждой стороне и светлой и темной живой пример в россии на протяжении нескольких лет рост тех рост тех надзор так называемые российская да это булла палка как угодно назвать до пыталась от телеграма мир особенно русских частности отрезать у них ничего не получилось в концовке них у самих сейчас канал в телеграме да вот сколько лет они пытались это сделать пожалуйста сам опыт жизни уже изведаны на тонны опыт это то что мы получили не получив того что хотели когда первые начались кем-то там когда-то блокировки все сейчас прекрасно знает что невозможно ничего по сути заблокировать все равно есть средства обхода есть средства обхода за счет там так называемых vpn зеркал удаленных хостингов там полно методов причем что с мобильника что с компьютера все очень причем достаточно просто достаточно тоже немножко информации иметь погуглить по яндексить и все найти и обходить все системы более того некоторые вещи в интернете их просто невозможно блокировать потому что я говорю в одной системе все настолько вот так завязано что сама сама тот кто хочет допустим кто хочет заблокировать ну допустим я буду говорить о россии я живу в россии она не может просто взять и отрезать что-то где-то она отрежет это все что значит и вот именно не знаю интернетом глобальная сеть это огромный организм живой организм вот как человек нельзя просто взять руку отрезать человек не может даже без руки вам просто теряет кровь причем не всю даже и все и умирает вот так и это и плюс ну кто себе сам будет руку отрезать и вот интернет по такой же схеме работает хотят кто этого человека или нет он так работает и они не могут что-то там блокирует что-то блокирует сами так того где чем пользуется это оказалось удивительно но это факт более того если вы не знаете я вам рассказываю уже существует dark нет название не очень хорошие я надеюсь все со временем поменяют на какой-нибудь фринет да это сейчас называется dark нет есть кто знает такие dark браузеры как chrome там яндекс там вообще опять теперь да сейчас интернет уже превращается в помойку как и когда-то телевидение она потихоньку до все равно его пытает зажимать рок грю какие-то средства конечно есть хотя я говорю они зачастую просто видим и иллюзорные их обойти элементарные тут кто чуть-чуть напряжется всегда это сделает то есть это такие филькины конечно грамоты все и вот есть этот dark нет который все туда заходишь это абсолютная свобода и пространство на самом деле там уже есть почти все сайты все странички кто туда уже заходит кто знает о чем я говорю да оказывается и скоро мы туда все перейдем потому что конечно же когда она сейчас начнут нам гайки закручивать здесь свободном так называемом когда-то свободном интернете и интернет превратится в полную помойку и пропаганду и запрет того чего там не угодно опять там кому-то высоким и все туда пойдем все пойдем свободный мессенджер если телеграм таким останется свободные сети в свободный назову его интернет через свободные браузеры так называемые они не могут это знаете то все равно что как мудрецы говорили ладонью пытаться реку остановить да это невозможно вот это раз это тоже все к последним временам когда там насуется да это очень важно когда у доступ к информации к связи с людям с миром с какой-то сообществом своим да то есть я мог поддержать тебе можно что-то сообщить передать это тоже важно но сегодня об этом я много уже не буду говорить достаточно того что я сказал а по поводу купить продать сейчас я с вами поговорю о том чего сам не понимаю для меня это вообще редкость стоит я никогда не говорю то чего сам не испытал жизни но но это я подшучиваю немножко и юморю а так на самом деле я просто поговорю до того уровня до какого я сам понимаю и что на сегодняшний потому что я и не могу в этом разобраться до конца потому что сами кто это создал сами не понимают что они создали где-то вот из этой серии по поводу купить продать ну по поводу последних времен тоже я уже сто раз говорил мы не вошли даже книгу откровения кто шизой поэтому едет я вам советую побыстрее от этих заквасок избавиться и всю свою жизнь направить на творение мир добра то есть как раз того свечения той закваски того осоления которым мы должны светлые души и люди заниматься на этой земле дабы спасти хотя бы некоторых но все-таки поговорим об этой 13 главе книги откровения когда там нельзя будет покупать и продать трактуют лживо трактуют что это типа относится к тому что реально физически ничего не будет ни купить ни продать это не так сегодняшний мир нам показывает что это не так или по крайней мере может быть это будет и так но не сегодня реалии сегодняшней жизни показывают просто как раз именно кто утверждает сегодня и так толкует и трактует 13 главу книга откровения он ошибается потому что они как раз говорят что скоро вот наступят эти времена типа гляньте как нас зажимают цифровая валюта цифровая экономика и цифровое государство и типа вот вот это и есть эти времена и скоро все это будет невозможно эти люди ошибаются я объясняю рассказываю почему тем кто не интересуется этими вопросами а я бы вам просто для общего кругозора посоветовал поинтересоваться бы этими вопросами я не зря все это началось электричество интернет цифровой мир и частности что это электронные невидимые цифровые деньги кто из вас знает что такое криптовалюта вот сейчас остановите на паузу ролик и напишите просто да или нет знаете или не знаете если даже напишите да напишите насколько вы понимаете реально что это такое в реально понимаете или просто слышали слова или вы реально понимать а понимать знаете что такое понимать понимать когда я сам могу кому-то объяснить вот мы сейчас придем к тому что даже я который завел этот разговор не смогу объяснить что криптовалютам хотя я потом пытаюсь разобраться уже не первый день ну хотя и ты так скажу тема то такая современная слишком современная да к ней еще не готова она еще не развита но мир то идет что такое криптовалюта а что такое вообще деньги вы на это вопрос с трудом ответить и что такое деньги что такое современные деньги бумажки которые мы в руках держим это же не золото это не золотые деньги которые раньше имели ценность да еще были привязаны к экономике каждой страны сейчас это фантики так что такое деньги сейчас это вообще фантики хорошо а что такое деньги которые у нас на карточках на банковских это тоже самое что бумажные деньги или не то же самое с каких сторон рассмотреть хорошо а цифровая валюта это что такое а криптовалюта смотрите сколько вопросов а тот кто напишет что он знаешь такую криптовалюта сможет ответить на все вопросы что такое блокчейн что такое майнинг что такое центр децентрализованная сеть сможет он обмена обмена данными он сможет на все это ответить да о чем я хотел сегодня рассказать о том чего мы не пока знаем но у нас есть маленькие такие задатки по которым мы можем все-таки кое-что пощупать криптовалюта хорошо я как вам начал рассказывать сами себе ответьте я уже не буду философствовать что такое были когда деньги были деньги сами были по себе драгоценностью потому что делались из драгметаллов что такое нынешние фантики что такое наши цифровые эквиваленты на наших карточек денег но я вам отвечу что как вы может быть слышали уже потому что даже в россии об этом говорят сбербанка центробанк если вы понимаете в чем разница между банками центробанком собирается выпустить цифровой рубль и каждая страна уже практически вот-вот скорее всего 2021 год будет таким бумом выпуска в мир цифровых валют банками центральными банками газу каждого государства ну какой выпустит и ладно бы цифровой рубль у нас что бумажный рубль помойка что цифровой будет такой же помойкой такой же без цен дешевкой вода но собирается выпустить точнее уже выпустил уже выпустил даже вот на сегодняшний день когда я вам говорю а это первое января 2021 года китай уже выпустил цифровой юань центральный банк китая выпустил цифровой юань весь финансовый мир естественно пророчествует ему и шумит о том что он сдвинет спиде стала даже не цифровой доллар которую в принципе как такового нету именно вот этот эквивалент бумажного доллара потому что как такового цифрового доллара пока нету нету цифрового доллара американского центробанка ну федеральной резервной системы там неважно кто будет выпускать и вот что этот китайский юань цифровой юань он по подвинет а может быть и свернет вообще может быть уничтожит бумажный доллар америки до который является мировой валютой по всем всем взаиморасчетам всех стран и государств мира это будет большой переворот в чем отличается цифровая валюта от тех электронных денег которые мы с вами якобы сейчас все имеем на карточках тем что цифровая валюта она будет только у банка и все все абсолютно транзакции транзакция слова просто иностранное по-русски ну перевода операция она может быть разные ну больше нас переводов конечно любая операция денежная операция будут проводиться через через центральный банк кто знает что это такое это центральная банковская так скажем организация это министерство до центробанк что будет с остальными банками я не знаю хотя конечно банки занимаются и выдачи там кредитов и ну те же самые ипотеки и чем там еще делает обслуживанием юридических лиц хотя в основном тоже переводы ну я вот и не знаю чем они будут заниматься плюс конечно такие посмотрите кто в россии живет я не про все страны знаю что там у нас происходит со сбербанком да это уже не сбербанк это сбербанк это целая некая тоже корпорация добра становится типа google которая лезет все и во вся и она претендует на роль такого ну пусть и в рамках россии глобального корпорации управленца да то есть хотя деньги то они зарабатывают конечно ну понятно что с кредитов там до большие деньги идут этих ипотек там есть конечно отчеты по долям и непонятно вот эти переводы цель из через центр банки смогут разорить банки опять же кто разорит банки банками частными правит опять такие же просто подставные лица менеджеры там какие-то масоны как говорят сидят иллюминаты там наверху да поэтому ничего там просто конечно не разорят это может кто-то там лес рубить щепки летят а так все там как надо сделать но суть в том что деньги идут только якобы через центр банк более того у цифрового рубля уже есть что-то подобие криптовалюты что это такое то есть это это не просто цифры на счету в банке это у каждого человека будет некого такого цифрового кошелька то есть деньги будут так скажем наполовину у вас наполовину у центра банка и вот я с вами если сейчас у нас полно посредников когда мы передаем деньги если вы не глубоко знаете систему что когда мы даже делаем перевод между какими банками там между разными людьми мы пользуемся такими системами платежными как свифт кто слышал может быть там да но это самое популярное просто есть менее популярные мастер карта же самое да у нее там свой вот этот инструмент перевода да не раз там россию вы помните почему начали выпускать карты мир там вот эти наши российские потому что нас могут отрезать от этой платежного там называется таким рычагом инструментом как угодно я пытаюсь с вами по простым языком таком разговаривать вот если бы нас от него отключили мы с вами просто не могли бы даже через наши русские банки через наши карточки казалось бы никому перевести потому что на всех реках написано виза мастер карт это именно платежные системы которые обеспечивают все эти транзакции поэтому пытаемся вроде как там в россии вести свою платежную систему мир там чтобы через нее все это шло что из нас отрежут мы хотя бы внутри хоть страны-то не померли бы нас бумажных денег нет вот у меня денег бумажных вообще нет я сейчас все тоже либо цифровой вот платишь все с карточек в частности уже давно он с телефона не с карточек и ты даже просто внутри страны ничего не сможешь купить потому что все мы когда все платим вот сейчас через все через карточки если вы не знаете то копеечка уходит туда всем там виза мастер карт вот за что за вот это обслуживание потому что это именно их не технология вот это виза мастер карт это технология придуманная там вот этот чип перевод все это банк данных есть база данных которые обрабатывать все то есть там все очень сложно и вот самые цифровые деньги цифров цифровые деньги как будто что-то немножко под уберут и даже больше дадут власти человеку над собственными финансами на собственными деньгами на собственном кошельком да если вот именно вот эти кто проповедники апокалиптика вот этого финансового апокалипсиса вот прям уже грядущего глядя на то что сейчас происходит им кажется вот вот да они к им кажется мы смотрите мы даже деньгами не владеем все вот на карточке тебя обрубили все это остался без всего это лишь переходные моменты более того ты именно ты до сих пор пока можешь пользоваться наличными деньгами тебя может быть десятки разных карт разных банков вплоть до того что тебя может быть карты заграничных банков вот именно да это российские системы обрубили но если у тебя и заграничные карты ты сможешь продолжить пользоваться то есть тут куча нюансов да полно электронных кошельков всяких там киеве под киеве пейпел и и так далее хотя у припела своя тоже там платежная система вот этот инструмент вот они все разные до вестерн юнион и так далее и продвигаемся с вами дальше если захотите сами узнать что такое цифровой валюты тоже не просто понять что это такое то есть это настолько новое о сбербан даже об этом явил а люди не понимают что это такое более того даже я до конца не понимаю хотя я пытаюсь в этом разобраться и даже записывать ролик я не могу и не хочу сейчас конечно но я и реально не могу искать не буду до конца объяснить что это такое более того еще выше планка это криптовалюта которая уже стала в принципе реальностью нашего мира вы на все слышали если нет такие такие слова как bitcoin это и есть криптовалюта но и сейчас столько этих криптовалют и когда вы в эту тему попытаетесь углубиться вы вообще ничего не поймете казалось бы речь идет о деньгах цифровые деньги так образно если начнете вот тем углубляться это вы просто за голову возьмете вот я берусь я пока не могу понять что это такое я попытаюсь тоже своими словами сказать что я понял на сегодня криптовалюта и в частности будем говорить все прекрасно знать что такими скажем лицо пока и единственный такой сильный и выбившийся в мир и показавший себя криптовалюта сейчас является bitcoin так называемая рыночная стоимость его сейчас 30 тысяч долларов она скачет она буквально месяц назад было 20 уже 40 сегодня до 30 упала тысяч долларов за один bitcoin создатель его неизвестен ну там есть японское такое имя но все понимают что это псевдоним никто не знает кто это мужчина женщина группа лиц никто не знает кто его создал что это такое никто не знает я вам скажу что даже те кто этим биткойном занимается распространяет покупает продает проповедует его пользуются сами не могут объяснить что это такое я пытаюсь понять уже не первый день мягко скажу что это такое и я не могу понять что такое bitcoin что такое криптовалюта я даже понять до конца не могу я могу тоже как и знаете яс я смотрел ролики читал разную информацию общался с разными людьми уже на эту тему читал соответствующую литературу да на пальцах по простому можно очень понять это больше похоже на религию на проб ведь этого когда тебе так объяснять да это понятно но когда ты пытаешься понять вот мозгами как все это происходит у тебя ничего не получается я поэтому он тоже скажу на простом понятного религиозным религиозно криптовом языке до того что сейчас проповедует когда людям и говорят до криптовалют кто знает дуров хотел павел дуров основатель контакта и нынешний владелец и разработчик и распространитель телеграма моего любимого мессенджера вот он что же пытался и у нее ничего не получилось там куча проблем было причем его инвестировали ему благотворили миллионы долларов сейчас с ним судится кто не знает на павла дурова заведено уголовное дело группа вот этих благотворителей или спонсоров там он же собирал через как называют но ну короче там пытается доказать конечно что он у вас как бы брал под это называется когда ты стартап и вкладываешь то есть это инвестиции были да но кто-то посчитал что он не инвестировал занимал вот дурум там тоже судится он этот проект закрыл как он его называть хотел забыл talking talking по моему да что такое от telegram вот и он у меня не получилось у них видимо ему не хватило ни ума то есть и всей его команде сейчас без обид я конечно в плане не уговорю это не факт что мы все в этой жизни можем и там большие сложности папа разным направлений вообще как это в мир все ввести хотя я сам до конца этого не понимаю но сам факт что паша от этого отказался да и вот bitcoin да на простых словах я вам скажу это деньги это сейчас по-детски я вообще говорю потому что у нас какое-то понимание хоть есть и бумажных деньгах я просто употребляю словно на самом деле это не деньги в том понимании которую сейчас сразу вас в голове социация пришла но пусть это деньги эти деньги находятся у вас и передать вы их можете другому человеку вообще без никого не банки не какие-то платежные системы неважно пусть теневые не теневые не даже центра банки вообще никто не участвует между все как в реальной жизни вот ты и вот сосед он тебе стулья ты ему деньги вечером стулья утром деньги утром стулья вечером деньги все никого нету между продавцом и покупателем никого это ваши деньги ваш кошелек он ни у кого не хранится информация хранится я вам попытаюсь так объяснить это некий код 1 bitcoin 1 рубль по-русски буду говорить по-американски 1 доллар этот один bitcoin altcoin неважно сейчас чего там уже каких-то криптовалют нету это некий код код этот состоит как вы думаете из чего из всех операций которые были совершены со времен просто список бухгалтерский вот как вы пишете вчера потратил 10 рублей купил булку позавчера потратил 20 рублей купил апельсинов три дня назад потратил 50 рублей купил себе стол компьютерный вот этот код в bitcoin я может быть ошибусь кто-то меня поправит на что-то умнее меня но суть я тоже донесу я в каких-то вещах может чуть-чуть ошибиться я может быть тоже из той каши что у меня в голове что я уже на сегодня понял но мне очень захотелось сегодня в этом ролике уже с вами поделиться вот этот bitcoin этот код одна папочка так скажем как на компьютер у вас есть папочки или вот один телефон одна бумажка вот в ней записано вся история операции от начала появления биткойна в мире вся история кто чего кого покупал с кем обменивался более того эта информация абсолютно одинаково вот эта папочка хранится на миллионах компьютерах у каждого человека у кого есть bitcoin кошелек и кто купил себе bitcoin у каждого абсолютно зеркальная информация и при каждой совершенной сейчас в мире по компьютеру транзакции то есть операции как тот кому что-то перевел ну естественно купил перевел значит купил неважно ты за услугу за товар перевел это записывается на всех компьютерах которые участвуют в системе эта система bitcoin цифра и криптовалюта эта система компьютеров соединенных по всему миру на каждый компьютер пишется одна и та же информация обмануть и невозможно взломать ее невозможно взломать все компьютеры если ты одновременно не взломаешь все компьютеры один из них может быть просто сейчас пока отключен от питания от сети если будет программа которая автоматически генерирует проверяет все в секунду собирает там все эти базы со всех компьютеров и если она увидит ложную операцию она отменит ее я даже не буду сейчас вам больше голову забивать я я передаю тезисы да как про как что такое bitcoin описывает как там же работает это иру там голову сломаешь тезисы ее нельзя взломать деньги лично у вас вот в кошельке вашем кармашке вот у меня до штук кармашек есть они у вас и у тех кого есть вы независимы вы независимы так и проповедуются послушайте благовестников биткойна послушать что они говорят попасть посмотрите такие популярны какой-нибудь ролик возьмите не загонный сначала популярные как они популисты что они говорят которые его продвигают это религия может сказать даже светлая потому что пока криптовалюту преподносит как свет и возможно так она и есть ее 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 подхватывают все кто против системы кто вот именно может быть даже вот эти апокалиптики сейчас когда про про не уходит про эту тему потому что я в основном своей массе это настолько религиозные невежественные недалекие люди что они вот не следят за этими событиями современности а это наша реальность ведь этот кошелек и эти деньги лично у людей все переводы все транзакции делаются не через кого даже сама биткойна нет никакой центральной базы она никому не подвластно теперь я употреблю слову который уже употреблял сегодня децентрализованная система у нее нету центра нету никто за нее не в ответе у меня есть минусы некуда звонить у нее нет техподдержки любой твой косяк это твоя проблема ты кому-то отправил по ошибке это твоя проблема вернуть деньги невозможно конечно если в банке еще можно как-то ты можешь даже другу знакомую чуть больше перевел ты позвонил или другу тут никого нету ты не пойдешь в полицию если с тобой что-то случится а биткойны у тебя можно своровать как элементарно потому что сам биткойн несмотря на все его цифра цифра воздушность вот эту невидимую он будет у вас хранится либо есть три варианта либо это ваш компьютер который тоже можно взломать либо это на сторонних сервисов а тогда ты уже становишься не опять не владельцем биткойна а неизвестно у кого это находится это по сути тот же банк получился это поэтому тоже сами кто пропадает не горит это конечно не лучший вариант когда у тебя биткойн кошелек на стороннем сервисе тогда какой смысл компьютер можно взломать элементарно когда у тебя обычный компьютер самый идеальный вариант это крипто кошельки это такие же вот флешечки уникальные там в общем со своими заморочками но при желании никто не отменял того что к вам зайду в дом приставить пистолет горло и вы все с этого биткойна все равно тогда снимите отдадите грабителем то есть bitcoin вообще цифровая крипто криптовалюта не цифровая валюта криптовалюта она получается реально аналог как бы как бы она вроде бы прямая противоположность реальным физическим деньгам а в то же время она является ее абсолютным подобием и зеркалом это удивительно как всегда в жизни все вот так вот у господа придумано но он сам такой есть альфа-омега начало и конец первые последние обладая такой валютой вот у вас кошелек нет какого банка не зависит стоит сейчас вот этот кошелек я для россии скажу импортные аналоги российского по моему нету около 7000 ну пусть 100 долларов чем от телефона отличается это в принципе это это сейчас со временем будет только дешеветь я уверен как и телефон ну или приблизительно ну если уж вы к последним временам готовить эту вы найдете 7000 поменять свой смартфон по которым к якобы вас там отслеживает но принципе есть вот и уж купите себе крипто кошелек крипто кошелек вы можете купить криптовалюту биткойном можно расплачиваться в интернете ну я сейчас не скажу в достаточно много мест но вы знаете информация просто слежу как вы заметили думаю откуда я владею все информация конечно я вот слежу за этим миром да и вы знаете 21 год даже для криптовалюты может быть достаточно интересно многие известны интернет-магазины уже открыт готовы принимать расчет в биткойне если это случится возьмите то же самое алиэкспресс там или еще что-то слушайте сейчас вся еда по интернету заказывается все что вам надо для дома у вас есть криптовалюта кто вам запретит купить или продавать никто это реальность современного мира вас могут только физически устранить к чему я уже об этом сказал как кошелек как и вообще запретить вам купить и продать сами технологии на которые проповедники апокалипсис и последних времен и в частности 13 главы книги откровения они ошибаются это невозможно сегодня так как еще не изъяты еще пока нету никакой не даже даты или намека там на полное изъятие бумажных денег никто еще не говорит ни о каком отказе от пластиковых карточек цифровой рубль который войдет вы знаете сколько люди будут в ее въезжать в это во все очень долго даже на какую-нибудь агрессивную активную и массовую рекламу даже несмотря на то что старое поколение меняется новым сменяется новым и каждое новое поколение больше адаптирована современному миру это не будет завтра они на суть просто с печатью антихрист которую вот-вот-вот десятилетия пройдут мне 38 лет вот помяните мое слово можете его вырезать или как хотите или ролик за я про знаю так некоторые делают там дель даже сами для себя авторы пройдет еще 30 лет мне будет 68 я буду сидеть вот в том же месте в тот же час и мы будем с вами говорить о евангелии о любви о добре о веганстве о последних временах о втором пришествии сус христа в который я верю и исповедую и знаю что она будет но не завтра не через год не через пять не через десять и даже никто не знает через сколько ибо одни и часи том не знает никто все эти благовестники так называемых в кавычки их так называют словами не возьмешь кавычки они обманщики к сожалению так там насколько они искренне заблуждаются это мне неведомо я их всех в лицо не знаю и лично да но это ошибка ошибка и те кто за ними следует тоже это просто трата своей жизни впустую современный мир показывает что современные дела мира и реальности то что вокруг нас происходит кто здраво смотрит на все это понимать что ну да идем мы туда мы идем конечно же к тому что написано в книге откровения но это будет не завтра и под завтра подразумеваю не год не два не три не пять не десятилетия ваши дети поженятся и выйдут замуж вы еще своих внуков увидите никаких еще не печати ничего не будет и по поводу купи-продай на сегодняшний день вот на сегодняшний день казалось бы увидев такую тенденцию как любое государство это по сути группка организована преступная группировка мошенников тоже там сидят сюда воры да да люди с вообще отшибленными головами это действительно так вообще нормально всех никогда не будет рваться во власть где власть там зло там смерть и разрушение это всегда так там люди без совести и стыда там нет ничего святого это факт но при всем этом что мы увидели при этом современном развитии электричество интернета вот этого всего до цифровизации всеобщей как и нас называют да мы видим и другое что все идет ровно зеркально что есть относительно линии разделение тьма ровно все зеркальный есть выход и по светлому пути идти есть всегда выход и в этом нет никакой сложности вот я вам про это купи-продай сегодня она не работает она не работает сегодня мы видим она не будет работать завтра криптовалюта я так с другими еще тоже такими мыслями скажу со дня на день но опять подразумеваю не знаю год два три пять войдет в нашу жизнь вот вы меня сегодня послушали и помяните мое слово и бросьте мне его обратно в лицо если я окажусь неправ если нас всех тут за чипирует да и все и придет христос пожалуйста тогда и посмотрим но этого не случится реальность жизни показывает что все это все это еще очень далеко мы пока еще в этом плане не рабы мы не порабощены более того непонятно и как я могу будем ли вообще по аналогии кто смотрит вот на мир на мироздание пытается анализировать прошлое видит настоящее и пытается спроецировать спрогнозировать будущее понимает что в принципе по ходу что вариант будет всегда я не зря что показываю книги откровения что святые об этом говорил иисус об этом потом говорили и ученики в частности апостол павел что многие из нас не умрут но узрят как идет иисус христос даже после царства антихриста еще три с половиной года как мы видим по писанию до его второго происшествия будут существовать цветы более того там будет изливаться эти чаши гнева и ничего живёхеньки здоровеньки доживут и встретят своего господа и да и и и идя к нему навстречу по воздуху да так что вот так вот конечно кто-то всегда кто-то вот живой пример я вот рассказываю знаете то есть умные я так скажу святые будут вооружены правильно осведомлён значит вооружен знаете так говорят вот я поэтому с вами делюсь такой информации до будут вот такие вот фанатики которые себя с одной консервной банкой закрою в пещере думаю что они там доживут до и не доживут и более того их точно так же или физически из ловит если надо будет да а если не будет ловить так они сами подохнут по собственной глупости если ты будешь как раз мозгами шевелить жить обычной жизнью я не имею до скрывая свое там мировоззрение жизнь нет мы дети света христиане в отличие от всех до христиан конечно должны как раз являть миру свет в добрых делах проповеди любви свободы и бессмертия но при этом если будет какие-то налагаться запреты помнить как иисус скал бьют вас в одном городе бегу бегите в другой это относится их физическому без бегства и и реально про города и реально к это можно отнести ко всему хорошо вам зажимают одну валюту одни способы взаимодействия это же способы взаимодействия я говорю и действительно захватили и еще этим пытаются манипулировать человека давить хотя вы и так посредники просто берете за эти деньги да сейчас банки якобы могла здесь не человека вас в одном бегите то есть уходите переходить в другую систему сейчас сейчас я сейчас вообще точно так же тысячи способов деньги сейчас возьмите любую webmoney paypal ты как угодно можешь переводить деньги люди просто этим не интересуется вот так вот так что задумайтесь что то тоже может быть посмотреть если я вас заинтересовало там конечно голова закипит и не вздумайте я вам сделаю такое предупреждение в конце пока никакую криптовалюту не вздумайте там покупать или майнить или блокчейнить там как угодно называйте это все в это пока не лезьте а поинтересоваться я рекомендую настоятельно ток пока ничего не покупать тоже до этого еще очень далеко все должно устояться но что если вы посмотрите фильмы мудрыми головой вы поймете вы послушайте сами понимаете что те кто в этом участвует сейчас в этом всем криптовалютах и программисты разработчики ученые эти проповедники и те кто сейчас спекулирует уже на этом покупают продают они сами многие не понимают что это такое и то что они не могут пойти не покупать некоторые так объяснять что это пока непонятно зачем мы просто до этого не доросли или у них есть какие-то дырки или что-то не работает они это просто замалчивают тоже там где что-то непонятное там есть какие-то что и скрывать понимаете эти системы еще не идеальны они не откатаны не проверены да но это наше будущее это факт все кто вы меня слушаете у всех вас разный возраст вот мне 38 я вырос на чем я вырос конечно громадные компьютера были до меня уже когда-то первый компьютер изобрели на который двумя руками там на калькулятор с меня ростом жали три человека вот но конечно же я вот на своей памяти да я покупал свой первый мобильный телефон была вот такая вот бандура до симкой там одного оператора когда там аховые цены были но хотелось мне хотел мне конечно их не нужно было почему то что у ни у кого не было вот огромные деньги за минуты разговора боль более того сотовые пираты просто все список со счета то есть воровали все об этом знали первые года это был караул да и сейчас мы доросли до того что смартфон есть у каждой бабушки и более того первый телефон сотовый ничем не отличался от домашнего вот этого барабан или как он завальтер забыл да вот этот крутил к и эти таксофоны которые были во дворах там до отличался лишь мобильностью он поэтому так и называется не зря сейчас это называем все-таки не телефон а смартфон это огромная все-таки разница так скажем да вот в котором есть не это не это уже это мы звоним тоже не знаю звоним ли вообще мы звоним конечно но большую часть времени у нас в руках не потому что мы кому-то звоним да то есть это доступ к миру к информации к людям общение с ними уже посредством голосовых текстовых видео сообщений и прочее 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 да вот и казалось бы покажи мне такую штуку даже мне человеку который вот дожил до нее и вырос виде ее когда-то впервые в далеком уже теперь варианте от нее до второму телефон неубиваемой nokia 3310 как я сейчас помню был конечно это телефон всех времен и народов вот и вот даже мне покажи я конечно не поверил да уже было и мало то что не нет как он выглядит внешне что это такое из себя представляет то что понятно телефон да телефон барабанчатый или такой а именно что это такое устройство через которую ты вообще человека можешь видеть да слышит что платить за все можешь телефоном телефоном за все подходишь и тыкаешь все билеты тебе тут все я сейчас им пользуюсь по полной стараюсь ну как можно больше из него выжить да и записная книжка все удобно и везде экосистема где там завязано ну ладно сегодня не об этом вот это действительно так так что хочется опять вот что-то меня новый год это 2021 начался с роликов основном тоже про последние времена 3 уже записал еще я обычно так не делал но хочется что-то мне поделиться так что задумайтесь об этом все это еще не будьте неразумными в этом плане да будьте повежественнее поумнее конечно самое главное в жизни быть умным на добро да вот но все таки и в мирском понимании в мире таких человеческих знаний как конечно же которые в вечности нам не понадобится да бы все вокруг это просто мысли мысли бог есть слово есть мысль и слова с есть дух вот но в этом мире мы живем и как я вам сам видите говорю просто они вот эти вот знания они у вас убирают страхи дают видение будущего от того вас эти познания делают в принципе счастливым потому что вы спокойно вы все знаете вы понимаете что куда зачем бежать откуда бежать куда прийти то все это вам открыто и понятно так что вот так вот будем посмотреть о таких о таких вещах говорить постоянно нет смысла казалось бы там как прогресс просто там бежит да вы знаете во многих сферах современного мира у нас уже очень большие чет я заговорился тупики да наверняка для меня тот нормально но что-то мне кажется я слишком уже вам выношу мозг во многих тупик 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 у нас проблемы там с процессорами с развитием вот этими хотя там есть с аккумуляторами вот ну конечно все потихоньку все равно бы часть опять преодолевать но при всем казалось бы там нереальным каком-то то что знает вот этот цифровой век называет как раз нас есть 2 индустриальная была революция когда стала механика развиваться в человечестве да вот это все заводы кто знает тут эти поезда пароходы а это называют третьей революции цифровой реально да потому что это резкое отличие от того мира резкая вот но насколько это революция теперь будет после там взлета это же как всегда так вот потом она будет в горизонте уже она уже не вертикально идет уже все равно несмотря на все это это идет вот такой вот развитие яру как вы видите все это не валится в какой-то ад все идет ровненько есть и темная светлая сторона от этого пути от этих рельс поэтому каждый сам выбирает где ему быть как всегда вот и все поэтому не потеряем и доступ не к связи между собой будет обязательно и средства связи все очень вот так вот я запутано там невозможно интернет будет разделить и здесь то же самое в книге откровения говорится не об этом не об этом о чем говорится как нет расскажу следующий раз а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok